И все-таки, несмотря на нежелание супруга докладывать о каждом шаге их молодой семьи своим матерям, Маняша решила рассказать Раисе о том, что они задумали продать свадебный подарок Татьяне Ивановне и Катерины. — Ой, Маша, а хорошо лента будет. А если тетя Таня спросит, где, мол, сервиз, что я вам подарила? А ну-ка покажете. Что-то, да? А может, не спросит? Может, не вспомнит даже, а, мам? — Танька-то не спросит? — ухмыльнулась Раиса. — Спросит, даже и не сомневайся. — Но это же теперь наш сервиз, мам. Мы что хотим, с ним то и делаем. Разве не так? — Так-то оно так, осерно, как-то неудобно. А за сколько, ты говоришь, его продать можно? — За тридцать тысяч с лишним, мам. — Ого, много! — Да, мам, в том-то и дело. Витя телевизор уже присмотрел. Огромный, на всю стену, мам. А этот сервиз? Чего он пылиться-то будет? Нам даже поставить его некуда. Так в коробке и простоит всю жизнь. — А почему в коробке? Выньте и поставьте на стол. Чай с него пейте. — Издеваешься, мам? У нас на столе ноутбук стоит. Сервизу там нет места. Да и вообще, чай мы и из кружек попьем прекрасно из своих, которые в райцентре купили. Помнишь, Витя и Маша на них написано? — Помню. Хорошенькие кружечки, нечего сказать. А там и не было с надписями «Рая» и «Гриша» случаем. Я бы тоже нам с отцом такие же купила. — Это заказывать нужно, мам. С любыми именами можно. В следующий раз поеду и закажу. — Ага, ага. Закажи-ка, дочка. Я папке на Новый год подарю. — Здравствуй, Таня. Как у вас дела с Катюшкой? — Здравствуй. Да как? Нормально. Помирились вы с ней? — Нет, Рая, не помирились. Она не звонит, но и я не буду первой. Она, если так разобраться, прощения у меня просить на коленках должна день и ночь. А я ей звонить буду? — Не буду. Пускай, как хочет. Вот сдохну, тогда узнат, как без матери-то жить. — Ну да, ну да. Но вы все ж таки, серно, помиритесь с ней. А то нехорошо так. Все ж таки вы мать с дочерью, а не кто-нибудь посторонний. — Ладно, Рая, знаю я. Разберемся без тебя. Не злись, Тань. Я же как лучше хочу. Вы же не чужие мне. Я переживаю. — Ты чего звонила-то? Нервы мне поднять? — Так ты их подняла, — начала психовать Татьяна Ивановна. В последнее время на нее и так повалились неприятности одна за другой. А тут еще сестра со своими дурацкими советами лезет. Сама она знает, когда ей с Катериной помириться. — Постой, Таня, не клади трубку. Я по делу тебе ведь звоню, а не так. Помнишь, вы сервиз маняши на свадьбу подарили с Катей? — Ну, помню, конечно. Что ж, я безумная, что ли, не помнить? — напряглась Татьяна Ивановна. — А че, уже раскокали? — Да не раскокали. Продать они его хотят. Тань, можно, что ли, продать-то его? Ты не обидишься на них? — Чего? Продать? Да вы что там на самом-то деле? В деревне своей совсем уже совесть потеряли? Кто ж так делает, а? Бессовестные вы люди, наглецы! Словесный понос Татьяны Ивановны остановить было уже нереально. От злости глаза ее налились кровью, а слюна летела изо рта в разные стороны. Хорошо, что сестра не видела ее в этот момент, а только слышала. Я самая лучшая, самое дорогое для них, считай, от самого сердца оторвала. А они плюнули и растоптали, самую душу насрали мне. Таня, Таня, пыталась успокоить сестру Раиса на том конце провода. Да я же и звоню для этого, спросить, можно или нельзя. Остановись, Таня. Но не тут-то было. У Татьяны Ивановны началась истерика. Она визжала и плакала. Это ж надо, до чего додумались? Это ж надо? А чего еще от вас ожидать? Ну, Райка, ну и дочь ты воспитала, ну и крестница у меня. Ну, спасибо. Продать мой подарок. Уму непостижимо. Таня, успокойся. Никто еще ничего не продал. Успокойся. Раз ты против, никто ничего продавать не будет. Нет, так нет. Чего ты разошлась? На пустом месте. Ты проверься, Таня, у тебя с нервами непорядок. В психбольницу тебе надо полечиться. Ой, Маша, бессильно опустилась на стул Раиса. Она мне такой скандал устроила, ты себе даже не представляшь. Не продавайте ничего. Христом Богом вас прошу, не продавайте. Так орала, так орала. Я чуть не оглохла. И бесстыжие мы, и нахальные. Подарок ее продать хотим. Это ужас, что было сейчас. Христа ради, ничего не продавайте. В коробке пусть лежит лучше. Засуньте вон куда-нибудь коробку эту. В кладовку пусть Витя отнесет. Ой, ненормальная Танька, качала головой Раиса. Ой, ненормальная. Ну все, Катька, давай пока. Я поехала. Прощалась с подругой, стоящей возле ее машины, Иришка Лосева. Я все узнаю и тебе позвоню. Будь на связи. В случае чего сразу ноги в руки и ко мне, поняла? А я тебя встречу в Москве. И будь наготове. Ну, чтоб там маникюр, педикюр и все такое. Ой, Ириш, спохватилась Катерина. А ты мне еще капельку денежек не оставишь. Я тебе все отдам, а то на что ж я маникюр сделаю. Еще пять хватит. Хватит, хватит, замахала руками Катерина и вновь заверила. Я отдам. Иришка вытащила из бумажника красную купюру и просунула в приоткрытое окно. Ну все, я поехала. Пока-пока. Чтобы не пропустить звонок от подруги, Катерина не выпускала телефон из рук. Даже в туалет его с собой носила и чуть не уронила в унитаз. Кто бы только знал, как она ждала этого звонка. Но позвонила Татьяна Ивановна. Катерина поначалу даже трубку брать не хотела, но, поразмыслив, что если она трубку не возьмет, мамаша припрется к ней домой, а не откроешь, откроет дверь сама своим ключом и вломится в квартиру. Видеть родительницу у Катерины желания не было абсолютно никакого, поэтому из двух зол она выбрала меньшее. Алло, Катюшка, ты? Нет, не я. А кто же? Мам, кончай придуряться, а? Кто же еще может быть по-твоему, если не я? Я не знаю, кто-нибудь другой. Ну, че надо-то? Татьяна Ивановна даже забыла, зачем позвонила, но быстро вспомнила. Катя, ты представляешь, чего Машка с Витькой удумали? Ну? Не нукай, сервиз хотят продать. Что за сервиз еще? Как? Ну тот. Какой? Катерина совершенно не помнила про то, что на свадьбу они с матерью подарили маняш и старый сервиз. Ну как же? Наш подарок. А, ну и че? Как это че? Это ж неуважение. К кому? Усмехнулась девушка. К тебе, что ли? Ко мне и к тебе. Ой, мне все равно. А мне нет, а мне не все равно. Я хочу, чтоб память была. А за сколько хоть? Я не знаю, что-то не спросила даже. Ну так спроси. У кого? У Райки? Так я ж поругалась с ней по телефону. Как же я спрошу? В конце рабочего дня Гарбус вызвал энергетика к себе в кабинет. Кузьмич уже вовсю собирался домой, перебуваясь в ботинке и мурлыкая себе под нос какую-то веселую песенку, когда старенький телефон на его стареньком столе зазвонил и затрясся, будто припадочный. Кто это, интересно? Покосился Кузьмич сначала на телефон, а потом на часы. Одна минута шестого. Не возьму. Рабочий день окончен. Пошли все нахер. И продолжил переобуваться. Вдруг в коридоре послышались быстрые и тяжелые шаги, которые приблизились к двери кабинета. Кузьмич весь напрягся и сжался, узнав по шагам походку начальника цеха. Дверь распахнулась без стука, и на пороге возник сам Гарбус и заорал. — Я тебе чего, оп, твою мать, мальчик, что ли, бегать? Ты чего трубку не берешь, а? — Так время-то уж, — принялся оправдываться Кузьмич. — А ты, я смотрю, домой торопишься очень. Поняв намек, Кузьмич лихорадочно замотал головой. — Нет, чего я там не видал-то? — Зайди ко мне, — приказал Гарбус и так же быстро удалился. Кузьмич дрожащими руками напялил синий рабочий халат, который уже успел повесить шкаф, и засеменил вслед за начальником цеха. — Ты чего это, а? — Гарбус вскочил из-за стола и принялся ходить по кабинету взад-вперед, сверкая глазами, вылезающими из орбит. — Вы куда все бежите, я не пойму. Почему я тут до десяти вечера каждый день нахожусь, а вы пяти еще нет уже на проходной стоите, а? — Ладно, рабочие, а ты-то ведь начальство цеха, чтоб не смел больше раньше меня уходить с работы, понял? — Ненамного у меня больше твоей зарплата. — Понял я, понял, — заверил Кузьмич, чуть не плача. — Если надо, и ночевать тут буду. Только дайте еще поработать годочка-два-три. Сыну с ипотекой помогаю. Прости, Виктор Иванович, больше такого не повторится. — Это еще не все, — перебил его Гарбус. — Ты, говорят, подворовываешь? Правда это? Кузьмич открыл рот и часто-часто заморгал. — Вот так вот ведь, — маняша закончила рассказ и посмотрела на супруга. — Так что бери коробку и тащи в кладовку от греха подальше. — Да пошла она, твоя тетя Таня, куда подальше, — вспылил парень. — Как в райцентр поеду, возьму его с собой и отнесу ей. Пусть обратно в стенку поставит. Мне он надух не нужен. — А может, не надо? — засомневалась девушка. — Может, пусть его в кладовке лучше стоит? — Нечего помещение захламлять всяким говном. Отвезу и дело с концом. После того, как супруга Валентина ни разу не укорила Серегу тем, что накануне вечером он налопался вместе с бывшим зятем водки до потери пульса, а даже еще и разрешила ему опохмелиться за компанию с Анатолием, он передумал рассказывать ей и Галине про то, что у зятя никакой не рак, а обыкновенный хронический простатит. Решил обождать до какого-нибудь более подходящего случая. В общем, с начальником цеха у Кузьмича был серьезный разговор. Домой они ушли в этот день около 11 часов вечера. Энергетик сознался во всех своих грехах и прегрешениях. Было дело, не отрицаю. И честно перечислил, что именно брал из кладовки. Пару лампочек для дачи. И провода как-то раз отмотал два метра, когда на той же даче менял проводку. Так что ж его за это теперь, убить, что ли? Ты пойми же, Кузьмич, стучал себя в грудь кулаком начальник цеха. Ты думаешь, мне лампочек жалко? Или того же самого провода? Да хрен бы с ними. Списали бы и дело с концом. Так тебя ведь на проходной замести могли. Сам знаешь, какие там овчарки стоят. Засудят ведь. И себя, и меня под монастырь подведешь. Так ведь вагонами с завода воруют, Виктор Иванович. Вагонами и цистернами, и ничего. А тут две лампочки какие-то. Да знаю я, нахмурился Гарбус. Думаешь, не знаю. И кто ворует, знаю. Не чита нам с тобой. И ничего им не будет. А нам с тобой будет. Помнишь ведь, наверное, Анну Третьякову из восьмого цеха? Помню, конечно. Но вот, поймали на проходной с четырьмя метрами шпагата. Помидоры хотела подвязать баба. Подвязала на свою голову. Штраф замучилась выплачивать. И с работы по статье поперли. Все прокляла. А ты говоришь. Короче говоря, за все свои преступления энергетик искренне покаялся и клятвенно пообещал впредь таких поступков не совершать. О том, какой гад на него гарбузу настучал, Кузьмич понял сразу, но виду не подал. В один из дней на экране телефона Катерины высветилось имя Ирен. — Катька, привет. Как ты? К Новому году подготовилась? — Привет, Ир. А чё надо? — Надо. Завтра жду тебя с московским на Казанском вокзале. Новый год будем встречать вместе. — Чё, правда, что ли? — не веря своим ушам, дрожащим голосом произнесла девушка. — Конечно, правда, засмеялась Лосева. Твой уже в курсе и ждёт тебя. До московского поезда оставалось 4 часа. К счастью, билетов на сайте было навалом, и Катерина без труда приобрела себе один в сидячем вагоне. Вот только маникюр и педикюр она себе сделать не успела, несмотря на наказ подруги. Кое-как Катерина стёрла комочком ватки, смоченным в ацетоне, наполовину содравшийся сиреневый перламутровый лак с ногтей, побросала в чемодан всё самое необходимое и помчалась на автобус до города. Татьяна Ивановна с грустью смотрела на падающие огромными хлопьями за окном декабрьский снег и размышляла над сложнейшим ребусом. Стоит поехать ей в Крым до Нового года или уж встретить праздник тут с дочкой, а уж потом трогаться в дорогу? Как вдруг увидела эту самую дочку, рысью несущуюся прочь от дома с чемоданом в руке? Татьяна Ивановна метнулась в спальню, схватила с тумбочки свой сотовой и принялась набирать номер Катерины. Гудки шли, но трубку дочь не брала. Вот негодница, опять трубку не берёт. И зачем только я ей телефон купила? Никакой благодарности. Интересно, куда это её понесло на ночь, глядя с чемоданом? Не в магазин же за хлебом, в самом-то деле. Саныч прекрасно видел, как в конце рабочего дня Кузьмич, напяливая на ходу рабочую спецовку, посеменил в кабинет к начальнику цеха. И догадался, по какому поводу того вызвал гарбус, ликуя в душе, что так хорошо отомстил энергетику за яйца. Будешь знать, старый хрыч, как со мной связываться, а то ещё яйцами давай кидаться, как в детском саду. Я тебе покажу, ты у меня надолго их запомнишь. И всем сердцем надеялся на то, что престарелого коллегу попрут с завода. Однако ошибся. Кузьмич, как ни в чём не бывало, продолжал ходить на работу. Только вот с Санычем он теперь не здоровался и старался его присутствие не замечать. Будто бы он, Саныч, пустое место. Сосед Вова уже несколько раз спрашивал у Саныча про корзинку, хотя она совершенно и не нужна была ему. Хотелось Вове Саныча нервировать, и он с удовольствием это делал. «Дядь Сань, ну чё там, когда корзину-то отдашь?» «Отдам, отдам, сказал же», – повторял каждый раз Саныч. «Да я уж понял, что отдашь. А когда отдашь-то?» – потешался сосед. «Скоро», – в очередной раз обещал Саныч. И норовил поскорее ускользнуть в свою комнату. «Ну давай быстрее, а то я долго ждать не могу». «Вот гад, а!» – привязался со своим лукошком, – думал Саныч с грустью, разглядывая трещину на потолке. А на работе все искал момент, чтобы напомнить Кузьмичу про корзинку, но никак не мог найти. В последнее время энергетик носился по цеху злой как черт и срывался на подчиненных по малейшему поводу, видимо, сам получив от гарбуза хороших люлей. Саныч опасался Кузьмича и уже пожалел сто раз о том, что испортил с ним отношения. Однажды Саныч лежал под станком и ремонтировал его. Ну, как ремонтировал? Делал вид, что ремонтирует. На самом деле он понятия не имел, почему машина встала. Он сделал умный вид, напялил на нос очки, как у Кузьмича, и, кряхтя, полез под нее, где, поковырявшись минут десять отверткой, где придется, благополучно уснул. Через какое-то время энергетик цеха, несколько раз прошедший туда и обратно, заметил, что слесарь-ремонтник, забравшийся под станок, не подает никаких признаков жизни. Подойдя ближе, Кузьмич услышал громкий храп, сходил к начальнику цеха и доложил, что Сатин спит под станком уже больше часа. — Э-э, ну-ка вылазь! — скомандовал энергетик, с силой пнув подчиненного ногой. Проснувшийся и испугавшийся Саныч принялся выбираться, и в тот момент, когда голова его показалась наружу, энергетик нахлобучил на нее корзину со словами «Эдди, гарбус на ковер вызывает». Татьяна Ивановна еще спала, когда в дверь ее громко постучали. Прямо в одной ночнушке она поспешила в коридор, а увидев в глазок соседа сверху, а теперь уже своего родственника, мужа-племянницы и крестницы-маняши с каким-то огромным предметом в руках, очень удивилась, но дверь, конечно, открыла. — Получите и распишитесь! — даже не здороваясь, парень наклонился и поставил коробку на пол, а потом повернулся и быстро поднялся в свою квартиру. — Это что? Это что такое тут? — растерянно спросила себя Татьяна Ивановна и заглянула внутрь. Ее чайный сервиз, который она собственноручно притаранила аж на из самой Польши в самом начале девяностых, продав перед этим там же вывезенный из России самый настоящий обыкновенный хомут, что использует при запрягании лошадей и что простоял у нее в стенке более четверти века, а потом был благополучно подарен крестнице на свадьбу, снова вернулся к ней. Увидев в коробке свою Мадонну, Татьяна Ивановна и рассердилась и обрадовалась одновременно. Рассердилась из-за того, что неблагодарные молодожены с такой легкостью расстались с сервизом и с такой наглостью и вызовом вернули, а обрадовалась из-за появившейся возможности самой дорого продать его. Ведь Козе же понятно, что Маняша с Виктором не собирались отдавать его по дешевке. Ясно, что за большие деньги, а с финансами у Татьяны Ивановны на данный момент была большая напряженка. «Свиньи неблагодарные», – подумала женщина, на том и успокоилась. Хотела было позвонить сестре Раисе и нажаловаться, но передумала. Настроение у Татьяны Ивановны быстро поменялось в лучшую сторону. Она зашла на сайт Авито и посмотрела, за сколько можно будет продать ее раритет. Увидев цену в 35 тысяч, ахнула и даже пустила слезу счастья. Наделав фото сверху, сбоку, в профиль Иванфас, Татьяна Ивановна выложила объявление о продаже сервиза за 40 тысяч рублев и принялась ждать звонка. «Ты чего творишь, гад ты эдакий?» – накинулся на Саныча Гарбус. – У меня рабочих рук не хватает, а ты дрыхнешь в рабочее время. Бездельник хренов! Мне тебя что, премии лишить, чтоб неповадно было? – Да не спал я! – защищался Саныч. – Станок ремонтировал. – А храпел кто? Я, что ли? – Да насморк у меня! Вот, послушайте! – и Саныч громко зашмыгал носом, похрюкивая и изображая храп. Больше всего на свете Гарбус не любил, когда ему врали, поэтому то, как подчиненный выворачивался, вывело его из себя и довело до белого коленя. К тому же был конец месяца, мало того, конец года, в цехе горели все планы и отчеты, приходилось работать даже по субботам, а тут такое. И Гарбус впал в состояние аффекта. Он подошел к Санычу и со всей силы врезал ему кулаком промеж глаз. Саныч отлетел к самой двери, а из носа у него полилась кровь. – Наутрись! – бросил полотенце начальник, предварительно смочив его в холодной воде. – Еще раз увижу такое, уволю! А сейчас пошел работать! – Это он мне за манжетку мстит! – уверял себя Саныч, разглядывая в зеркало в туалете свой нос, уже и так увеличившийся вдвое, но не останавливавшийся на этом, а продолжающий распухать дальше. – Что-то, Валя, меня подташнивает! – пожаловался Валентине муж, отобедав пельменями за компанию с бывшим зятьком и сморщив прискорбное лицо. – И какая-то слабость во всем теле! – Толян рассказывал, – у него тоже так вначале было. С Энтова вся болезнь и началась. – Господь с тобой! – испуганно перекрестилась женщина. – Только Энтова нам еще и не хватат! После ноябрьских праздников в цех пришла новенькая. Молодая девушка, лет двадцати восьми, и чуть странноватая. Почему странноватая? Сейчас расскажу. В первые дни ее пребывания в цеху неженатые или разведенные мужики, а таковых была всего-то парочка, наш Саныч и электромонтер Колька Полушкин, парень лет двадцати трех, обратили на нее внимание и принялись подбивать клинья. Но тут же получили отворот-поворот. На внешность новенькая была, самая обыкновенная. Полненькая, немного похожая на цыганку, чернявая, с карими-раскосыми глазами. А еще она немного прихрамывала. Говорили, что это врожденная. Звали девушку Ольга. Так вот, эта самая Ольга обратила свое пристальное внимание не на нашего разведенного Саныча и не на неженатого ни разу Кольку Полушкина. А знаете на кого? Ни за что не догадаетесь. На обремененного давнишней семейной жизнью со всеми вытекающими последствиями, взрослыми детьми и внуками и престарелой уже женой Кузьмича, который годился ей не то что в отцы, а уже почти что в деды. Оказывается, и такое бывает. Любви все возрасты покорны. Сам Кузьмич поначалу даже растерялся, когда понял, что Ольга оказывает ему всяческие знаки внимания и томно смотрит ему вслед, и не знал, что ему со всем этим делать. Но был очень польщен. Сначала думал, что она просто прикалывается над ним, хочет посмеяться. Но потом понял, что нет. Все серьезно. В ближайшие выходные он отправился на рынок, где на отложенные на смерть деньги прикупил себе парочку джинсов и три светлых рубашенции. Супруга, увидев обновки, ахнула. Ты чего это, старый пес, молодица, вздумал? Любовницу, что ли, себе какую завел? От пророчества жены Кузьмич даже вздрогнул, но всеми силами постарался не подать виду. Да прям уж любовницу, скажешь тоже. Стыдно в тех брюках уже на люди показаться. Им уж сто лет в обед было, а мне еще на заводе лет пять продержаться надо. Соответствовать надобно времени и должности. Про то, что Ольга положила на Кузьмича глаз, пока в цехе знали только некоторые женщины, которым успела об этом растрепаться, подружившаяся с ней троганного Светка. Нафиг он тебе нужен, давалось диву троганного. Из него же песок уже сыпется. Вон, Колька наш и то лучше, хотя бы помоложе. Дурачок он, Колька ваш, мне такие не нравятся. А Кузьмич умный, интеллигенция, закатывала глаза новенькая и улыбалась. Ну-ну, соглашалась Светка, а сама за спиной подруги крутила у виска. Чокнутая. Вот поэтому по-самому в последнее время Кузьмич бегал по цеху весь дерганный и нервный. Он чувствовал, что начинает слишком много думать о новенькой, хотел избавиться от этих дум, но не знал как. Умом Кузьмич понимал, что слишком старый для этой девушки, слишком старый. Но вот внутри у него все пело и плясало. Ведь он уже смирился с тем, что у него все позади. А получалось, что нет, не все.